Мост открыт для пассажирских автобусных перевозок. Первые 10 единиц прошли ночью. Это не такая уж большая цифра, ведь на самом деле автобусное пассажирское сообщение не самый популярный трафик между Крымом и полуостровом. Скорее, это больше удел пенсионеров, которые пользуются льготными билетами и используют автобусы для поездки на материк или для того, чтобы навестить родственников, живущих в Краснодарском крае. Молодежь или люди среднего возраста в основном пользуются либо личным транспортом, либо садятся на поезд, чтобы пересечь Крымский мост в комфорте и, самое главное, с красивыми видами. Но именно запуск транспортного автобусного сообщения – это большой знак для крымчан. Они считают это символичным. Это показатель того, что мост стабилен, он безопасен и он открыт для проезда даже крупнотоннажного транспорта, такого, как пассажирские автобусы, которые берут до 30 пассажиров на свой борт. Давайте послушаем, что говорят на эту тему люди. Мы очень радовались, когда его пустили. Ну, очень были расстроены. Ну, налаживается все, все хорошо. Я сам собираюсь на днях поехать в Краснодар, мне необходимо. Поэтому не морочиться с этим, с переправой. Сел на автобус и через 4 часа в Краснодаре. Так что очень большое спасибо за это. Но в то же время остается серьезная проблема с водителями-дальнобойщиками, которые находятся в отстойнике аэродрома Керчь еще с 15 октября. А чего им ждать, остается загадкой. Им никто не может дать четкую информацию. Впрочем, и запуск автобусов был неожиданностью. Об этом объявили ночью. Точнее, рано утром, когда уже никто и не надеялся, по сути, что за эти выходные какое-то транспортное событие на Крымском мосту произойдет. Водители-дальнобойщики вынуждены либо ожидать очереди на паром, который ходит очень нестабильно по той простой причине, что в Керчи сейчас сильные ветра и зачастую волнение моря не позволяют использовать паром на 100% его возможностей. А некоторым предлагают в составе конвоя двигаться через Херсон, Мариуполь, на Таганрог и оттуда на Ростов. Какая-то часть водителей соглашается, а какая-то переживает. И даже не столько из-за того, что это зона боевых действий, а скорее за техническое состояние автомобилей. Ведь большинство водителей фур приехали в Крым на летней резине, а на побережье Азовского моря, например, в том самом Таганроге или в Мариуполе, ночью уже бывают и заморозки. Специально для телеканала CGTN. Федор Дмитриев из Крыма. Федор Дмитриев Федор Дмитриев